На самом престижном всероссийском конкурсе «Чайка-2018» наша землячка Юлия Некрасова заняла второе место. Сегодня серебряная победительница в гостях программы «Актуальное интервью». Юля, здравствуй, рада видеть тебя в студии. Поздравляю с победой. Надо сказать, что ты не только заняла второе место, но и стала самой популярной участницей среди зрителей и болельщиков. Давай вспомним, как это было. Посмотрим фрагмент из твоего выступления. На ремор давай, на ремор давай, на ремор давай, на ремор давай, вместе с нами повторяй. Эй, лини-го! Давай, давай! Не в себе такой, ай-давай! Поездная часть у нас-то уже есть, Называется космотром-плесет. Сахалин-клач, горклесный завод, Район из-за нет пар, в приеме не пойдет. Казалось бы, ну чем тут гордиться, Дорог нет, на губернатора молиться, Но это не беда, и это не бедность, Наш авиотряд забывает место, Девчонки, у нас самые чуткие для слива ходят, Участливой, почему народ суровый такой, А ты вокруг, на полу не посыл, но в круге, как минимум смело, Поэтому все вместе вперед, чем на это. Девчонки, давай-давай, Санкт-Петербург, давай-давай, Самар-кородок, давай-давай, вместе с НАУ повторяй, Цель-либо, давай-давай, Девчонки, давай-давай, Простой народ, давай-давай, вместе с НАУ повторяй. Юля, впечатляет, волновалась? Конечно, волновалась. Перед такой публикой зал был рассчитан на полторы тысячи человек, Были жюри заслуженные, которые занимаются творчеством, культурой, То есть было сложно. Юля, вот не видно немножко на съемке, да, съемка непрофессиональная, Но по твоим словам, да, там слышно, что зал скандирует, да, за тобой, То есть они там все подняли руки, все махали там и подпевали себе? Да, конечно. Люди подпевали эту песню, они хлопали в ладоши, То есть там был зал с балконами, даже с балконов люди кричали песню, подпевали. Тебя, наверное, подстегивало, да? Да, очень было эмоционально. Юля, трудный конкурс вообще. Там же было два этапа, получается, очный, заочный этап, да? Да, был заочный этап, то есть необходимо было подать заявку И пройти заочный этап, подготовить портфолио, заполнить заявку и снять видеовизитку. Все это я сделала, впоследствии мне позвонили и сказали, Вы прошли в очный этап, ждем вас в Ярославле. Естественно, я согласилась и оказалась там в Ярославле. В Ярославле на очном этапе мы сдавали нормы ГТО, в которые входила стрельба, отжимания, прыжок с места и нагибание туловища с гимнастической скамейки. Интеллектуальный конкурс тоже делился на два этапа, заочный и очный. То есть на заочном этапе мы отвечали на вопросы, было семь серий заданий на знания истории, культуры, географии, космоса и так далее. А на очном этапе мы на сцене отвечали на вопросы жюри. Третье испытание – это творческие. То есть необходимо было представить себя, представить свой регион очень достойно, показать все достижения свои, чтобы впоследствии жюри оценило. Я вот хочу пояснить нашим зрителям, почему здесь нужно быть не только творческо, успешно, но еще и спортивно. Потому что этот конкурс посвящен профессору, генерал-майору, герою Советского Союза, обладательнице титула «Величайшая женщина 20-го столетия» и первой в мире женщины-космонавта Валентине Терешковой. Кстати, у вас там была с ней встреча. Вот расскажи, как она на тебя произвела. Да, конечно. Перед концертом была организована встреча. Была встреча совместно с губернатором Ярославской области и с Валентиной Владимировной Терешковой. Мы совместно с нею прошлись по выставке, задавали ей вопросы, дарили подарки. И она произвела на меня неизгладимое впечатление в силу того, на что способна двигать человека такие качества, как смелость, упорство, труд. То есть она сама родом из Ярославской области, из небольшой деревеньки. И сейчас она первая в мире женщина, покорившая космос. И по совместительству депутат Государственной Думы, который решает вопросы местных жителей. А вот для тебя какой был этап конкурса самый тяжелый? Творческий, спортивный, интеллектуальный? Для меня, наверное, не было сложных конкурсов, потому что все это проходило в напряжении. Мы все время это были на репетициях, то есть все время переживали, переживали за себя, переживали за других участниц. То есть у нас, в принципе, не было конкуренции, потому что мы понимали, какими силами, каким трудом дается все это. И поэтому для нас было, так скажем, все это достаточно тяжело. Мы спали достаточно немного, по три с половиной, по четыре часа между репетициями, между испытаниями. Все проходило в напряжении. А сколько участниц было, и вот сколько изначально подали заявки? На очный этап было подано 82 заявки. На очный этап было выбрано 15 участниц. Из них приехало в Ярославль 14. Одна девочка из Ростова-на-Дону, она не приехала. Но среди этих 14 участниц были разные девушки. Была и девушка из Ивановской области, она представила свой регион на инвалидной коляске. То есть, несмотря на такие ограничения, она вышла из своей зоны комфорта, чтобы представить и выступить за свою область. Но она, наверное, тоже ведет активный образ жизни, да? Она чем занимается? Да, конечно. Она на настоящий момент является студенткой, и у нее есть проекты. Один из них реализованный — это «Красота без границ». То есть люди с ограниченными возможностями здоровья, они участвуют в конкурсе красоты. То есть наравне с нормально развивающимися, а также полноценными, так скажем, людьми участвовали. И у нее еще есть один проект — это создание приложения, с помощью которого люди с ограниченными возможностями здоровья могут возможность выбрать в город, в который они хотят отправиться в путешествие, и выбрать те сервисы — это кафе или какие-либо другие культурные заведения, которые оборудованы пандусами и другими средствами. Подружились? Конечно, конечно. Вот вчера буквально был день рождения у девочки из Липецка. Я ей звоню и не представляюсь, поздравляю с днем рождения, и она сразу по голосу меня узнала. И вся ее компания мне через мобильную связь передает огромный привет. Привет. Приятно. Получается, сколько вы дней были на конкурсе? Мы были с 26 по 30. 30 был финал. Программа какая-то была в эти дни? Посещали или встречались? Понятно, что с Терешковой еще какие-то интересные встречи проходили. Да, мы ходили в Планетарий, который был создан в Ярославле. И посмотрели на выставку. Экскурсовод нам провел и ознакомилась с достопримечательностями и с историей вообще космонавтики. И в последующем мы, получается, посетили культурные места города. Юля, давай вернемся вот к твоему выступлению. Ты читала рэп об округе. Долго? Сама сочиняла? Да, сама. Толго? Сочиняла? День. День? Ничего себе. Но ты там выступаешь с детьми, детки. Откуда? Дети с Ярославля. То есть одни из них хип-хоп, другие представляют брейк-данс. Они совершенно маленькие, школьники буквально. Это их первые выступления. То есть это было волнительно не только для меня, но и для них. Ну вы справились. Ну они, да, они потрясающие. Они заряжали зал, заряжали меня своей энергией и подтолкнули на такое успешное выступление. Знаешь, что зрители после выступления к тебе подходили, да, и знакомились. Ты вызвала интерес у них. Вот расскажи. Да, самое трогательное, это было то, что ко мне после выступления подошла девочка и подарила браслетик из резиновых колец. Это было настолько трогательно. Маленькая девочка? Да, маленькая девочка. Зажгла, да? Ожидала, что вот взаймешь второе место, потому что конкуренция была достаточно жесткой, да? Нет, честно говоря, я не ожидала. Я просто участвовала в конкурсе, хотела достойно представить себя, представить регион и просто получала удовольствие от общения с людьми. А округ как-то тебе поспособствовал твоей поездке? Ну мне помогли с покупкой билетов на поезд, на самолет. Вот было отправлено письмо на имя заведующей дошкольного учреждения, в котором я тружусь с просьбой сохранить средний заработок. Но в силу оптимизации или каких-либо других факторов принято было решение в отрицательную сторону. И мне пришлось ехать за счет трудового отпуска, в то время как другие участницы из других регионов ехали как командированные, чтобы достойно представить свой регион. Ну обидно, Юля, обидно. Но я думаю, компенсация служит вот твоя серебряная чайка, да? И давай поговорим о призах. Вот призы тоже были достойные. Расскажи. Да. Нам подарили вот такие вот часы с лейблом «Чайка» и «Эй, небо, сними шляпу». Фраза Терешковая, да? Фраза Терешковая, когда она взлетела первые как раз секунды перед взлетом. Также за второе место мне выручили вот такой вот фотоаппарат с мгновенной съемкой. Мы уже опробовали. В конце передачи мы с тобой обязательно сделаем селфи. Селфи сделаем, да. Губернатор Ярославской области подарил нам вот такие вот книги, которые поражают своей живописностью и красотой. Вот. Очень красиво все сделано. То есть запомнится это надолго. Когда родителям сообщила, вот их реакция. Ожидали они, Юля? Родители ожидали. Ожидали. Они ждали победы, да? Они ждали не победы, они ждали какого-то призового места. Им все равно было приятно. Хорошо. Надо сказать, что, Юля, ты нас порадовала не только участием в этом конкурсе, но ты еще стала победителем президентского гранта, победительницей президентского гранта. Да, вот расскажи, куда пойдут средства и что это за проект? Это проект, конкурс для творческой молодежи. И мы победили в номинации «Художественное творчество». В силу того, что мы живем в национальном поселке, а, грубо говоря, дети не знают, что такое, о чем не знают, какие необходимо действия применить, чтобы сделать такое строение архитектурное, так скажем. И необходимо было их заинтересовать, точнее, да, и ознакомить. И вот возникла мысль, чтобы создать совместно с детьми ЧУ, потому что в данной деятельности дети будут набираться словаря, набираться умений, также взаимодействовать друг с другом, приобщаться к национальным традициям. И все вот это породило этот проект. И совместно с Лилией Мартыновной Тайборей мы решили предпринять данное решение. Мы подали заявку и выиграли проект на 500 тысяч. И с сентября месяца мы будем реализовывать этот проект. Сейчас начинаются работы по подготовке материала. Необходимо отметить то, что на данный конкурс было подано 1600 заявок более, и прошло всего 260. И этот проект оценило 157 человек судей, включая Игоря Матвиенко, хореографа Тодес Аллы Духовой и Марина Шустова. Ничего себе. Толго писала, Юля? Полтора вечера. Полтора вечера? Шикарно. Молодец. А где этот будет ЧУМ стоять? Этот ЧУМ будет на территории Лилии Мартыновной Тайборей стоять, чтобы данное сооружение стояло под видеонаблюдением, потому что необходимо оценивать всю трудность, всю ценность детского труда, так скажем. Но он же не будет просто стоять, наверняка будет ходить с экскурсиями, проводить мастер-классы. Да, конечно. То есть этот ЧУМ будет у нас использоваться на уроках краеведения, на уроках ненецкого языка, как в школе, так и в детском саду. Этот также ЧУМ будет использоваться как туристический продукт. То есть можно при желании туристов организовать мастер-классы, экскурсии. Это первый вот твой проект? Да. Который я подала, это первый. Но до этого в студенческое время был организован проект медиа-центра, и нами с ребятами был создан медиа-центр, радио, телевидение и газета студенческая. Когда ты училась в Архангельске, да? В Северодвинске. В Северодвинске, да. Ты у нас педагог, да? Молодой педагог. А детишки как порадовались за тебя, уже успели поздравить своего преподавателя. И знают они, что ты выиграла? Не знают. Ты еще даже им не рассказала, да? Юля, давай поговорим о твоей биографии. Ты у нас такое олицетворение молодой, успешной девушки, да? И есть у тебя чему поучиться, и такая активная у тебя жизненная позиция. Ты родилась у нас в Северодвинске, да? Нет, я родилась в Шенкурском районе. В Шенкурске. Потом приехала учиться. Да, приехала учиться в Северодвинске. Закончила специальность педагог-дефикутолог для работы с детьми, с отклонениями в развитии и специализация у меня логопедии. Но ты планируешь дальше у вас в жизни связать именно с педагогической деятельностью, да? Я бы хотела развиваться разносторонне. Да. Ну вот давай поговорим о студенческий период. Тоже у тебя был такой насыщенный, наполненный. Ты же входишь в Золотой фонд, да, Сафо? Вот расскажи вот об этом поподробнее. Золотой фонд – это такой конкурс, который знаменует финал, так скажем, пятого курса, финал вообще всего обучения в университете. И по итогу проводится конкурс среди самых успешных студентов. То есть необходимо отмечить, что человек должен участвовать в науке, в общественной деятельности, также успевать в университете. И так получилось то, что моя жизненная позиция поспособствовала тому, что продукты, наконец, обучения были. Я подала заявку и вошла в фонд лучших студентов Северного Арктического Федерального Университета. Здорово. А как в Ненецкий округ ты попала? В Ненецкий округ меня, так скажем, завела судьба. Будучи на пятом курсе, сдавая зимнюю сессию, я озаботилась поиском работы. И краем уха я слышала и знала, что в Ненецком округе хорошо, но, естественно, там есть морозы, сугробы, ветра. Но меня это не испугало. Юля, ну ты вот сейчас живешь в поселке Красное, да, и там преподаешь в детском саду. Ну да, вот не скучно вот бывает там? Я успеваю, честно говоря, везде. То есть я участвую в разных родах спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности. Ездила вот на форум в Сочи. Молодец. На форуме в Сочи вот твои впечатления. Вы-таки туда хотели попасть многие, да? Да, это было на самом деле фантастично, потому что такое массовое мероприятие, которое я собрала на форуме, это, возможно, первый раз в России. И, по крайней мере, для меня это было нонсенс. Очень уникально. И самое запоминающее мероприятие для меня это было, когда начал играть гимн Российской Федерации. Все встали, иностранцы, русские из разных регионов. И стало понятно, почему наши спортсмены на Олимпиаде, стоя на пьедесталах, они плачут. Это такое пьян. Ты с каким-то проектом туда ездила? Или, может быть, привезла оттуда проект? У нас такая идейная девушка. Я привезла впечатления. И новые друзья, и новые знакомства. Есть еще какой-то проект, который ты бы хотела реализовать у нас в округе? По крайней мере, на настоящий момент меня заботит больше нынешний проект. Расскажи, вот ты сейчас у нас педагог, да? Логопед. И психолог тоже, нет? Я логопед. Логопед. Вот самые трудные, самые приятные моменты в твоей работе? Самые приятные моменты, это когда спрашиваешь у ребенка, кем же ты хотел стать, когда станешь взрослым. И он говорит, я хочу быть как вы, логопедом. Посадила их на логопеде. Сколько ребят у вас? С какими ты занимаешься? Я занимаюсь с 25 ребятами. Это у тех, у которых есть какие-то проблемы? Да, нарушение звукопроизношения. Трудная вообще-то профессия? Она интересная, потому что дети, находясь на одинаковом уровне, то есть нарушение одного-двух звуков, динамика у них совершенно разная. То есть если мы занимаемся с ребенком, и динамика пошла с первого, со второго занятия, а у некоторых она происходит на десятый, дай бог, да, так скажем, то, естественно, испытываешь чувство того, что ты приложила усилия для того, чтобы ребенок начал хорошо говорить. А почему выбрала именно профессию? Я хорошо занималась по биологии. То есть я, сдавая ЕГЭ, еще в 2010 году получила на экзамене 75 баллов, что считалось пятеркой. И тогда я подумала, чем же мне дальше заниматься. На тот момент у меня тетя работала в департаменте образования города Северодвинска, и она меня нацелила. И она меня нацелила. Не жалеешь, что выбрала эту профессию? Нет, нисколько не жалею. Мне повезло с педагогическим составом. То есть сейчас на конкурсе я была, они все болели за меня, они всячески поддерживали меня. То есть достаточно приятно. То есть на настоящий момент связь с ними мы сохраняем. Юля, а помнишь первое впечатление, какой произвел на тебя округ? Я понимаю, сейчас ты славишь на всю Россию. Изначально, наверное, испугалась? Меня не испугало, мне стало интересно, что же такого здесь интересного. И, естественно, я посещала разные мероприятия. И в поисках новой информации в последующем у меня создался образ. Планируешь здесь жить? Не собираешься от нас уезжать? Нет. Пока нет, да. А я знаю, что ты все время развиваешься, все время в поисках новых каких-то идей, профессий. Еще где-то планируешь учиться? Да, конечно. Я бы хотела на настоящий момент летом поступать в магистратуру. Магистратура получается, да? Нет. Я бы хотела немножко изменить направление. Это государственное и муниципальное управление. Может быть, в дальнейшем, может, какую-то частную тоже школу, да? Да. Очень было бы интересно. Хочу еще дополнить, что не первый раз наши землячки принимают участие в этом конкурсе. Такой первооткрывательницей была Людмила Деткова. Она была третьей, да? Мы поднимаемся вверх по ступенькам. Помогала она тебе? Да, конечно. Мы с ней взаимодействовали и определяли потребности зрителя. Потому что зрители, он очень требовательный. И многие девушки выступали с лиричными номерами. То есть глаз замыливался. Необходимо было что-то острое и яркое. Добавить такое, да? Да. И вот рэп, созданный при поддержке ребят из Арктики, Кати Климовой и Саши Кожевникова, он, конечно, очень помог. Вживую ты пела? Да, я же пела вживую. Отплатила дыхание. Наверное, на последних тактах, да? Тяжеловато, наверное, было. Совмещает движение и речитатив очень тяжело. Ты хорошо и танцуешь, это видно, да? Или где-то занималась? Нет. Это природные данные. Да, видела тебя тоже, как ты на фестивалях. Впечатляет. Юля, что можешь пожелать молодежи, которые нас смотрят, да? Которые, может быть, не боятся сделать шаг на какие-то конкурсы, на участие в проектах? Я бы рекомендовала просто не бояться. Подавать заявки и переступать страх, волнение. Потому что после данного шага, решения, все отступает. И ты понимаешь, что пути обратного нет. В ВКонтакте ты тоже написала интересную вещь, что для тебя этот конкурс, ну, не просто какое-то событие, да, что ты вот заняла и пошла дальше, а вот именно возможность посмотреть, да, вот на мир, может быть, как-то выше, и понять, что вот все-таки ограничений нет. Они у нас только в голове, да? В голове, да. Потому что как раз на конкурсе можно сопоставить себя с другими участницами и сделать выводы о том, что где-то тебе нужно подрасти, где-то что-то усовершенствовать в себе. То есть необходимо отметить то, что пути для развития, они все равно существуют и к которым надо стремиться. А жюри давала вам оценку? Вот, допустим, конкурс завершился, да? Интересно же было мнение экспертов послушать, да? Что, Юля, вот тебе сказали? Нет, такого не было. Не было, не было. У нас были по номинациям, то есть это лучше всех сдали ГТО номинация, интеллектуальный конкурс, творческий конкурс. То есть остальные девушки тоже какую-то номинацию получили, да, без места, так скажем? Ярославская участница тоже. У нее была композиция, в ходе которой на последних этапах вышло 100 человек военнослужащих на сцену. Это было, конечно, феноменально. Очень зрелищно. Это, получается, у нее творческий номер был? Творческие номеры? Ну, да, ей не очень повезло в том плане, что она еще работающий человек. Интеллектуальный она конкурс пропустила, потому что у нее было совещание. Она имеет место в организации Russia Running, организации беговых мероприятий. И Норма ГТО она вместе с нами сдавала, готовилась к творческому номеру. То есть в этом плане ей было достаточно сложно. Юля, спасибо тебе большое за интересное интервью. Я думаю, что мы тоже будем расти вместе с тобой. Спасибо, что принесла нам победу. Серебряная чайка у тебя в руках. Напомню, что сегодня в программе актуальное интервью была серебряная победительница конкурса «Чайка-2018». Юлия Некрасова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!